МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с тобой будем сегодня готовить пирог, вообще идея которого во мне, она прямо из детства. Потому что моя мама всегда по субботам и воскресеньям пекла пироги. И это были самые разные пироги. Но тесто, как правило, было вот такое, рубленное тесто. То есть это мог быть даже Наполеон на таком тесте, серьезно. И это как раз те вещи, которые никогда тебя никто не научит, потому что тут нужно прочувствовать. То есть я в детстве это тесто сама столько раз рубила, но мы с тобой сегодня будем готовить не Наполеон, а пирог наш будет соленый. Он будет с творогом, с зеленью, с руколой. Вот это у меня кейл. Тут единственное, что нужно сделать, вырезать вот эти вот грубые черенки, потому что ну никак их не проготовить. Ну вари их, не вари, туши их, не туши. Что хочешь с ними делать, они всегда остаются вот такими плотными. Поэтому я их всегда вырезаю, и никаких проблем. Вода у меня уже кипит. Сейчас я быстро вот так вот. Очень удобно, кстати, это делать ножницами. Итак, вырезала. И что сделала? Открыла крышку. Здесь кипит вода. Вода кипит, добавляем сюда соль. И пошел кейл. Вообще кейл это супер продукт, супер, очень полезный. Нам для этого понадобится 150 граммов сливочного масла, очень холодного. 250 граммов муки, не очень холодной. Ой, миска большая. Мука. Соль пол чайной ложки. Щепотку сахара. И быстро порубили масло. Вот так вот. Вообще, ты знаешь, вот я говорю, порубили масло, и сразу сама задумалась. Я ведь к ножам отношусь очень-очень серьезно. Для меня нож, ну это, пожалуй, главный помощник на моей кухне. Порубили. И нож с этим справляется очень быстро. Изрубили. Быстро убедились, что все похоже на крупную крошку. Так. И добавляем сюда одно яйцо. И немножко ледяной воды. Две столовые ложки. Быстренько все замешиваем. Так. Разделяю это тесто на две части. Одна должна быть поменьше. Это будет верх, верхушка. Так. Вторая чуть-чуть побольше. С ним уже можно работать. Ты видишь, какая красота. Так. А вот это у нас крышечка. Ну вот. Не будем прогревать слишком сильно, поэтому в темпе-в темпе прям чувствую холодное в руках. Быстро беру форму. Форму бумага для выпечки. Нижний корж расправляю, но все равно не толсто, тоненьким слоем. Ты знаешь, что у меня гениальная мысль посетила, мы его сейчас быстренько раскатаем с собой прямо на бумаге. Да, тоже очень хорошо раскатывается вообще. Прекрасно раскатывается. И обязательно оставляем бортик. Так. Вот. Вот это нижний корж, видишь, бортиком. Теперь, как раз само тесто, вот сейчас уже в форме, я отправляю в морозилку. Чтобы оно не нагревалось, это главная наша с тобой задача. Теперь вот этот корж, верхний я тоже быстренько раскатаю. Так. И пока его так вот оставляю на поверхности присыпанной мукой. Так, он ждет своего часа. Берем доску и быстро. Любая зелень, ну как любая, мне кажется, вообще самое главное, чтобы в этой начинке была рукола. Вот ты понимаешь, мы привыкли, что рукола это только салат. Нет, рукола при тепловой обработке в сочетании с остальной зеленью дает такую приятную горчинку. Вот я порубила горсть петрушки, зеленый лук. Тоже такая, чтобы горсточка получилась. Пироги любят зеленый лук. Очень, очень. А как мы любим зеленый лук в пирогах, правда? Да. Так. Теперь беру миску большую. Сразу соединяю здесь петрушку, зеленый лук, руколу, которая уже вымытая и высушена. Очень удобно. Так. Кейл, который у нас отварился. Бля. Красота. Смотри, какой он красивый. Класс. Даю ему немножечко полежать, остыть. А вот теперь главный ингредиент этой начинки. Вообще, я не представляю себе вот жизнь на моей кухне без творога. И для меня творог качественный. Это вот, ну как понимаешь, абсолютно ежедневная необходимость. Это может быть завтрак с сырниками, или просто творог со сметаной, с медом. Или вот как в данном случае, праздничный абсолютно пирог, который не сладкий, это не ватрушка, а который соленый, с зеленью. Ой, как это вкусно. И вот этот, ты понимаешь, этот творог, это не только я люблю, это народная марка нашей страны. Этот творог признан высочайшего качества. Общепризнанно, я бы сказала. И вот я его, посмотри, добавляю к зелени. Сюда же три яйца. Потому что хороший творог, он не кислый. Он не сладко-бесвкусный. Он вот правильно кисломолочный. Ты понимаешь, а это, вот это нужно знать, как сделать, чтобы добиться такого качества. Перемешиваю немножко соли. Ну, по вкусу, естественно. Свежемолотый перец не добавляем, потому что, ты знаешь, я заметила, когда вот в зеленый лук, где есть начинка или петрушка, в пироги добавляется перец свежемолотый. Какой-то получается, какой-то странный, странноватый привкус. И теперь сюда же, просто поддержать как раз вот эту вот молочную тему, я добавлю натертого сыра. На мелкой терке грамм 50. И как раз кейл у нас остыл. Мы его с тобой должны для начала порубить. Так. Какой-нибудь цвет еще насыщеннейший. Да, посмотри, роскошь. Вообще все зеленое очень полезное. Ты знаешь об этом? Очень яркие цвета в овощах и фруктах. Не просто так нам природа придумала, а для того, чтобы мы... Прямо у нас аппетит сразу разжигался. Чтобы нам хотелось этого съесть, потому что для нас это полезно. Оставшуюся воду, которая наверняка в любом, если будь это кейл, будь это шпинат. Видишь, смотри, сколько воды. Надо ее обязательно ликвидировать, она нам не нужна здесь в начинке. Порубили. Довольно мелко, потому что он, понимаешь, как тебе сказать, такой жевательный, я бы сказала, товарищ. Порубила, порубила. Так. Вот и все. Ты представляешь, начинка готова. Это же раз, два и готово в буквальном смысле. Все перемешали. И теперь вынимаем наш корж. Он прям похорошел, я тебе честно скажу. Единственный маленький секрет. Надо сейчас его вот так вот вилкой... чтобы он снизу тоже пропекся. Так, сюда у нас вот это зеленое счастье. Утрамбовывай, не бойся, потому что сейчас, пока рукула еще не обработана термически, она дает этот объем. Через 15-20 минут, когда до нее дойдет весь жар нашей любви, она станет гораздо менее вот этой такой, понимаешь, пышной. Ну вот, а сверху корж другой. Оп-ля. И скрепляем. Ты знаешь, без фанатизма, этот корж практически крышка. Ничего там, это же не мясной пирог, ничего оттуда выпрыгивать так не будет. Нам просто самое главное, чтобы мы потом аккуратно могли вынуть из вот этой формы, понимаешь, ничего, чтобы нам не помешало. И все будет хорошо. Так, есть. Теперь маленький надрез вот здесь вот, чтобы лишняя влага выходила. Яйцо. Мне понадобится только желток и немножко молока. Есть. Соль. Так. И смазываем для того, чтобы получить красивую, аппетитную, золотистую корочку. Вот. Температура в духовке 190 градусов. Выпекается он минут 40-45. Есть. Поехали. Ну, а нам с тобой осталось приготовить рыбу. Обожаю камбалу. Обожаю просто во всех видах. Ее готовить так просто. И это по-настоящему венецианская рыбка. Правда, там она называется соль. Сольюла. Сольюла, если правильно. А по-итальянски. Смотри, вот такая рыбка. Прямо, можно, конечно, филе разделать, но я прям люблю, когда она вот такая целиком. Потому что я, например, люблю кожу у рыбы тоже. Мне кажется, это очень вкусно. Но не буду настаивать, чтобы можешь приготовить точно таким же, точно таким же способом и филе рыбы. Значит, тимьян, прямо так целиком веточки. Очень. Это такой простой рецепт и такой эффектный. И такой он производит невероятное впечатление. Подавать рекомендую как раз в такой форме, которую можно поставить на стол. То есть запекать уже таким образом. Соль. Венецианцы в рыбе толк знают. Еще бы! У венецианцев, мне кажется, самые вкусные рыбные рецепты. Как я люблю их спагетти с анчоусами с жареным луком или с сардинками. Обожаю совершенно... Так, немножко лаврового листа. Обожаю все, что имеет отношение к маленьким крабам таким. Гран Сеула – это большие крабы, а это муэки, ле муэки. Но это очень-очень вкусно. Я правда считаю, что венецианская кухня, она на меня производит серьезное впечатление. Непременно оливковое масло, потому что оно ароматное, потому что в нем есть горчинка, потому что оно действительно вот в этом рецепте выступает прямо вот так вот, ух, такой красивой нотой. Теперь сюда белое вино сухое. Ну, желательно итальянское. В Вене-то, кстати, делают обалденные вина в провинции, да, к которой относится сама Венеция. Это там действительно очень интересные такие есть. И со сладкими нотами вина, и вина, которые очень, знаешь, пикантные немножко. То есть вот такое хорошее сухое вино. Немножко сливочного масла, потому что эта рыбка, она очень нежная и такая совершенно нежирная. Поэтому немножко маслица я добавлю для того, чтобы соус получился таким, ну, нежным. Ну, вот это вот все. А еще мне понадобится масло. Сейчас ты увидишь для чего. Чтобы сделать шафрановый соус. К этому вообще венецианцы, они же знают, что такое самые дорогие и самые, я бы сказала, такие редкие специи. Шафран, ваниль, всякого рода перец, корица. Помнишь, мы с тобой еще давно-давно, температура 160, не больше. Мы с тобой когда-то давно были в потрясающем магазине, где показывали нам от специи. И как они пахли. Чернила каракатицы там можно было купить. Но это очень вкусно. Теперь, пока у меня там вот все это томится и готовится, это происходит все очень быстро. Я беру вот такой небольшой ковшик. В этот ковшик добавляю столовую ложку сливочного масла. Нам его нужно с тобой растопить. Масло топится, приготовим муку. И шафран. Как только масло начинает топиться, добавляю сюда шафран. Следим, чтобы масло не горело. Получается такой, знаешь, ну почти бешамель, но все-таки не бешамель. Потому что я сюда, после того, как масло растопилось, добавляю 2 столовые ложки муки. Начинаю все это заваривать. Несколько минут буквально. Одну-две, не больше. На медленном огне. Чего я добиваюсь? Я добиваюсь того, чтобы мука была не сырая, а она стала готовой. Ой, какой цвет красивый. Цвет сумасшедший. Обожаю шафран в любом виде. Да, его ни с чем не спутаешь. Ни с чем никогда. Теперь добавляю сюда, постоянно помешивая, попробую открутить, постоянно помешивая, 2 столовые ложки сливок. Возвращаю все это на огонь и продолжаю заваривать. Теперь, когда у нас вот так вот, посмотри, как красиво заварился соус, добавляю сюда белого вина. Продолжаю все заваривать. Всего нам для этого соуса понадобится 150 миллилитров сливок и столько же белого вина. Но, в принципе, мне нравится, когда соус достаточно густой. Ну, конечно, не такой прям, как, знаешь, как майонез. Но все-таки не такой жидкий-жидкий. Вот, посмотри, вот такая вот консистенция меня вполне устраивает. Немножко соли. Посмотри, красота же? Да. Вот, ни одного комочка. Цвет сумасшедший, запах тоже фантастический. Да. Оставляю, пока я его в ковшике, потому что его нужно теплым подавать к нашей рыбке. Поэтому потом можно будет перелить либо в мисочку, либо сразу рыбку полить. Так, соус готов. А нам теперь осталось к рыбе подать как гарнир шпинат. Сюда, это такая кастрюлька, в которой я буду тушить шпинат, либо глубокая сковорода, либо кастрюля. Сюда столовая ложка сливочного, чайная ложка сливочного масла, две столовые ложки оливкового масла. Сразу 3-4 зубчика чеснока. Целиком добавляю на огонь. Пока чеснок золотится, да, он может быть именно золотистым. Лук. Вот такими дольками, довольно плотными, толстенькими. Красный лук, потому что он сладкий, венецианцы его очень любят. Здорово его в уксусе маринуют, добавляют изюмки, дровые орешки. Мы так и сделаем с тобой. Красота? Да. Я тоже так считаю, потому что это очень красиво. Обжариваем. В данном случае не боимся золотистого цвета, а даже его приветствуем. Какая у тебя красивая кастрюля. Кастрюлька тоже из Венеции. Так, теперь туда же я добавляю изюм. Прям две горсти таких. Если любишь. Если не любишь, ну немножечко хотя бы добавь. Давай посмотрим на нашу рыбу. Я очень волнуюсь, чтобы мы ее не передержали. Нет, она прекрасна. Посмотри. Еще минутки 3-4, и можно будет вынимать, как раз и шпинат у нас будет готов. Посмотри, какой лук стал золотистый, какой чеснок стал золотистый. Да. А так пахнет, а? И добавить уксуса. А теперь самое время добавлять шпинат. Шпинат вообще, во-первых, это очень полезно. А во-вторых, это очень удобно и просто. Посмотри, листик к листику, вымыто, высушено. Вскрыл упаковку, и вот у тебя на столе кулинарный шедевр. И полезно, и вкусно, и просто. Я считаю, вообще такая зелень необходима практически ежедневно. Вообще не шутки, что там, понимаешь, мы мало едим вот такой полезной еды. И поэтому я все время стараюсь, чтобы у меня в холодильнике были такие упаковки салатов, шпината. Чтобы все это вот таким вот образом обязательно включать в ежедневный рацион, это значит, что здоровая еда может быть очень вкусной и очень разнообразной. Посмотри, шпинат теряет очень сильно объем сразу. В любом случае, когда мы, вот как и кейл, да, когда мы готовим любую травку, она сразу становится вот так вот, грустненькая какая-то такая. Поэтому вот 4 упаковки шпината, то, что мне нужно. Шпинат богат железом, но ты знаешь, что это как раз то железо, которое очень хорошо усваивается. Посмотри. И вот, кстати, когда почти уже все готово, видишь, какая красота, я предлагаю добавить сюда совсем чуть-чуть пепперончина, совсем-совсем капельку, чтобы рыбке помочь. Капельку-капельку. Так. Конечно, вене-то это не калабрия. В калабрии очень любят красный перец. Или в пулье. Вене-то поаккуратней. А с остротой обходится. Но, в принципе, мне кажется, ни одному рыбному блюду никогда еще чуть-чуть красного перчика не мешало. Теперь сюда я добавляю уже обжаренные кедровые орешки. Естественно, без всякого масла. Вот такую горсть. И наш гарнир готов. Вынимаем рыбу, которая тоже готова. А как мы знаем, что она готова? А мы чувствуем запах, во-первых. Во-вторых, она, конечно, такая тоненькая. Это же не то, что там огромный стейк какого-нибудь тунца, да, или там семги. Она очень тоненькая. Но все равно проверяем. Вот таким вот образом берем нож. И смотри. Если она легко отходит вот здесь, так, если мы ее легко можем разделать, видишь, на филе. Видишь? Да, да, да. Все? Прекрасно. Значит, она готова. Я предлагаю прям ее вот так вот подавать, как я тебе уже сказала. Это чудесный наш соус, который отправляется вот так вот сверху. Так. Шпинат. Можно выложить в какую-нибудь вот такую тарелочку. Я считаю, это не гарнир, а шедевр. Но, впрочем, основное блюдо тоже, я считаю, шедевральное. Осталось вынуть пирог. А главное, что у нас все по таймингу совпадает. Все практически. Посмотри. Ты видишь, какая красота? Ну, это же, ну, это же сказка. Вообще, ты знаешь, я даже не знаю, какой из этих венецианских рецептов мне сегодня прям даже больше понравился. Посмотри. Ай, какой пирог. Сейчас я быстренько. Конечно, нужно дождаться, чтобы он остыл. Кстати, он холодным тоже очень вкусный получается. Я считаю, что он абсолютно может прижиться в таком ежедневном меню, потому что это же все наши продукты, любимые. Творог, правда, слоеное тесто, зелень. Ну, красота. Ну, вот, мне кажется, что вот кусочек венеции у нас с тобой сегодня на кухне случился. Пошли. Пошли. Субтитры подогнал «Симон»